беспардонно ворвалась без очереди в обзор до бритв которые в данный момент готовятся для обзора группа надо сказать прибыла от константина константин приветствую вас категорически но пока я готовил группу вот эта хамка нахалка прискакала на сложных щах единственное конечно что ее в определенной степени в определенной степени извиняет так это достаточно серьезные внешние данные и так в домике который безусловно прекрасно с особым изыском изготавливает константин а надо сказать что константин помимо домиков еще выполняет невероятно замечательные пины пины латунные пины не изильберные какие угодно любые типа размеры любое количество изготавливает золотые руки дай бог здоровья константин отдельный пламенный салют итак тринадцатая филармоника размер полный бритва не пользованная по причине того что находилась не в родном домике сохран был не самый лучший это выражается вот в таких крошечных тятках с этой стороны и вот здесь достаточно крупный был такой ну в общем-то и остался понятное дело но все это за исключением травления было вычищено поскольку бритва разбиралась и здесь вымывал и собиралась заново вот опять же таки к разговору о вот пины которые изготавливает константин а вот пины родные найдите 10 отличий что называется вернемся к бритве фасочка пару точечек на этой стороне есть но понятное дело ничего и не здесь не стал вычищать поскольку они на на травлении расположены она конечно будет коррадировать но через 90 лет естественно выборка полная как и на всех моделях данного производителя она конечно очень звонкая и в работе будет такая она откровенно шелестящая покажу вот с этой стороны даже возьму вот здесь за обушок изготовлена в испании 13 номер филармоника двойной закалки хосе монсеррат пу так выборка тончайший лепесток если убрать вот этот излишний ажиотаж который вокруг них создается по ходовым качествам конечно очень и очень приличная штука по прежнему остается большим вопросом кто по крайней мере слесарит клинки точнее сказать слесарил в прошлом поскольку сейчас они уже не выпускаются разные ходят абсолютно байки начиная от того что клинки для них изготавливали на мощностях мануфактуры herder которая является если мне память не изменяет самой старой немецкой мануфактурой даже слышал такие разговоры о том что были японские партии непонятного неизвестного производителя который выпускал клинки для данной мануфактуры об этом история умалчивает со своей стороны скромно могу отметить что стали отменные очень хорошо точатся очень здорово правятся и в работе как непосредственно инструмент для бритья показывают себя с очень приличной стороны будем так говорить вот это чудо вашему вниманию цена вопроса двести тридцать долларов прошу любить и жаловать а я незамедлительно продолжаю работы по бритвам присланным константином естественно сегодня сегодня будет записан репортаж с одной лишь оговоркой мне придется разделить заточную сессию на две смены в скором времени я прервусь для беговой тренировки но потом естественно это все восстановлю потому что большую часть я уже задачу так или иначе до истечения данных суток репортаж будет в эфире и сможем ознакомиться с результатами моих работ по приведению бритв из данной группы в порядок всем желаю здравствуйте радоваться до скорых встреч в эфире пока радоваться до скорых встреч в эфире